Крепкий союз, крепкое государство. Белорусы отмечают самый тёплый праздник. В стране проживает только 122 тысячи многодетных. Поддержка весомая. Выплачиваются пособия, выделяются льготы и оказывается материальная помощь. Большое подспорье – семейный капитал. Он означается при рождении, усыновлении или удочерении третьего и последующего ребёнка. В этом году сумма – 29 950 рублей. Деньги можно использовать досрочно, не дожидаясь совершеннолетия. Конституция Республики Беларусь закрепила, что семья – это брак мужчины и женщины. Мы сегодня многое делаем на уровне государства для поддержки семьи. Но вместе с тем мы видим негативные тенденции, когда сегодня посредством интернета, посредством разрушительных технологий проникает в сознание молодых людей иные нравственные ориентиры. Безусловно, мы сегодня не можем не реагировать на это всем обществом. В Бобруйске стартует седьмой фестиваль поддержки семьи, материнства и детства. Формат международный. Около тысячи участников из Беларуси и России. Форум открывается во Дворце искусств с пленума на тему «Глобальные вызовы современности» и «Духовный выбор человека». После «Секретами счастья» делятся многодетные. Наши дети в своей спортивной копилке имеют более 250 золотых наград чемпионатов мира и Европы, международных фестивалей и конкурсов в 20 странах мира. Масштабный проект проходит с 2012-го. Главный координатор – Центр по кровам. За 11 лет работы, счастья и материнства здесь ощутили 844 женщины, которые собирались сделать аборт. Все это благодаря как моральной, так и материальной поддержке. Гуманитарную помощь от учреждения в прошлом году также получили 293 семьи. Сердечно поздравляю всех нас с Международным Днём Семьи. Семья – это такая важная ценность, что необходимо все меры сегодня принимать для того, чтобы укрепить, сохранить этот институт, столь важный для нашего общества. Второй фестивальный день – дискуссионный. Круглый стол собирает экспертов, священнослужителей, представителей госучреждений и общественности. На повестке дня – тема «Здоровье нации. Будущее Беларуси». В центре внимания – тенденции ЗОЖ, современные медицинские технологии и преемственность поколений. Основная задача нашего поколения – передавать то, что нам заложили наши предки. Как нигде у нас сохраняется взаимопомощь, взаимоподдержка. И мы благодаря этих устоев сможем развивать светлое будущее в наших странах. Завершается седьмой фестиваль спектаклем «Пасхальные чудеса царемной лягушки». Сказочную постановку играет православная театральная студия «Благовест». В основе сюжета заложены принципы нравственности. Декорации и костюмы – всё под стать русским народным традициям. Музыка при этом с краплениями эстрадной современной обработки.